Я стала проповедовать Евангелие, приняв работу всемогущего Бога. Я решила, что буду исполнять долг, что бы ни случилось, чтобы овцы Божьи услышали Его глаз и вернулись к Нему. Аминь. В феврале 18-го в сети я сошлась с братом Мэлом с Филиппин. Он учился на богослово, и мы много разговаривали о мудрых и неразумных девах, восхищении и прочем. Когда обсуждали, кто сможет войти в царство, я спросила брата Мэла, думаешь, все из верующих попадут в его царство? Что он сказал? Он сказал, конечно. Конечно, в послании к Ефесинам, глава 2, стих 8-9, Павел сказал, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Мы были оправданы верой и будем спасены, если претерпим до конца, вернувшись, Господь заберет нас в царство. Если у нас есть хоть какие-то сомнения на этот счет, мы отрицаем Господа Иисуса и недостаточно верим. После этих Его слов я Его спросила, «Мы, оправданы верой и спасены, чтобы войти в царство, есть ли в Библии подтверждение? Так говорил Господь Иисус, так говорил Святой Дух». Нет, нет. В Библии есть об оправдании и спасении верой, но в ней не говорится о том, что эти вещи приведут нас в царство. Нет никаких оснований это утверждать. Разве это не просто людское представление? Да, верно. Мэл был удивлен и сказал, «Оправдание верой не означает, что мы попадем в царство?» Я отправила ему несколько библейских стихов. «Не всякий, говорящий мне Господи, войдет в царство небесное, но исполняющий волю Отца моего небесного». Аминь. Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царство небесное. В устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божиим. Аминь. Итак, будьте святы, потому что я свят. Аминь. Аминь. Я сказала, слова Господа объясняют, кто войдет в царство. Господь свят, и Он требует, чтобы мы были чисты и честны, словно маленькие дети, отбросили развращенность, очистились, слушались Бога и исполняли Его волю. Только так можно войти в царство. А разве мы исполнили это? Нет. Ты бы сказал, что никогда не лжешь? Нет. Разве ты уже полностью очищен и свободен от греха? Увы, это не так. Конечно. Мэл на это ничего не сказал, а я продолжала. Если мы покаемся, то будем оправданы верой и спасены по благодати. Это правда. Но что означают оправдание верой и спасение по благодати? Все мы знаем, что в период закона Бог через Моисея дал нам законы для жизни на земле. Но к концу этого периода никто не соблюдал закон, все грешили все больше. По закону каждый мог быть осужден и казнен. Верно. И именно поэтому Бог стал плотью, был распят как жертва за грехи человеческие и избавил человека от закона. Теперь, если люди принимали Господа Иисуса как своего Спасителя и каялись, и их грехи прощались, и их не осуждали за нарушение закона, то есть Господь уже не видел в нас грешников. Мы считались праведными благодаря Его жертве и были достойны предстать перед Богом в молитве и наслаждаться благодатью и миром Господа. Оправдание веры и спасение по благодати значит, что наши грехи прощены благодаря вере и нас не судят по закону. Но это не значит, что мы свободны от греха и очищены, что мы праведны или достойны царства. Аминь. Тогда Мэл с удивлением ответил, «Итак, оправдание веры и значит, что наши грехи прощены, и Господь не считает нас грешными, но не значит, что мы праведны и можем войти в царство». Наш пастор никогда об этом не говорил. И я прочла Ему эти отрывки из слов всемогущего Бога. В то время работа Иисуса заключалась в искуплении всех людей. Всем, кто верил в Него, прощались грехи. Чтобы получить Его искупление, нужно было в Него верить, и ты больше не грешник. Тебе отпускались грехи. Это и было спасением и оправданием верой. Тем не менее, в верующих оставалось то, что бунтовало и противилось Богу, и что следовало удалить. Спасение означало неполное обретение человека Иисусом, но то, что Он прощен и более не принадлежит греху. Если ты уверовал, ты больше не принадлежал греху. Хотя человек получил искупление и прощение своих грехов, это значит лишь, что Бог не вспоминает его при грешении и не поступает с ним соответственно. Но когда человек, живя во плоти, не освободился от грехов, он может только грешить и далее, являя свой сатанинский характер. Такова жизнь, которую ведет человек, бесконечный круг греха и прощения. Большинство человечества днем грешит, а вечером кается. То есть, даже если бы жертва за грех была навсегда действенной, она не могла бы спасти человека от греха. Была совершена лишь половина труда спасения, ведь характер человека все еще развращен. Человеку трудно осознать свои грехи. Он не может распознать свою глубоко укоренившуюся природу. И это достигается только через суд. Словом, только так человек постепенно меняется. Аминь. Я прочту дальше. Хорошо. Ты знаешь, что Иисус спустится в последние дни, но как именно Он с ней зайдет? Может ли такой грешник, как ты, который лишь искуплен, но не изменился, не усовершенствован Богом, быть Богу по сердцу? Для тебя, пребывающего в своем прежнем «я», истинно в том, что ты спасен Иисусом. И благодаря этому ты не считаешься грешником, но это не доказывает, что ты безгрешен и чист. Как ты можешь быть святым, если не претерпел изменений? Тебя осаждает изнутри нечистота, ты эгоистичен и подл, но ты желаешь снизойти вместе с Иисусом. Как бы это тебе так повезло? В своей вере ты пропустил один шаг. Ты был искуплен, но еще не изменился. Чтобы ты был по сердцу Богу, Бог должен лично изменить и очистить тебя. Если ты только искуплен, ты не можешь достичь святости. Так ты не будешь иметь право на долю в благословениях Божьих, ибо ты пропустил один шаг в Божьей работе по управлению человеком, ключевой шаг изменения и усовершенствования. Ты, недавно искупленный грешник, не можешь получить Божье наследство. Аминь. Прочитав Божьи слова, я сказала, в период благодати Господь Иисус выполнил этап работы искупления. Он выразил путь покаяния, чтобы люди могли каяться, зная свои грехи, любили бы Господа и других, как себя, и так далее. Люди хорошо себя вели, и это результат работы искупления. Искупление Господом Иисусом дает прощение грехов. Он не считает нас грешными. Но это не значит, что мы свободны от греха или очищены. Греховная природа пустила корни, и мы являем черты развращенности. Заносчивость, лукавство, лживость, зло и порочность. Например, если у нас есть дар, мы считаем себя замечательными и смотрим на других свысока. А когда мы жертвуем или немного страдаем в своей работе, мы вечно хвастаемся и рисуемся, добиваясь обожания. Увидев кого-то лучше нас, мы завидуем и ненавидим его. Когда затронуты наши интересы, мы можем солгать. Перед лицом невзгод, испытаний, бедствий, болезней или семейных несчастий, мы неверно понимаем, виним Бога или предаем Его. Да. Все это показывает, что мы все еще скованы грехом и противимся Богу. Да. Две тысячи лет все жили по порочному кругу. Грех – затем исповедь, и никто не был свободен от этого. Это очевидно. Да, верно. Это правда. Соотносясь с тем, что требует Господь, то есть не лгать, быть без изъянов и быть очищенным, мы увидим, что этого нет. Тогда какие из нас свидетели? Как могут такие, как мы, войти в Царство? Господь Иисус сказал, «Истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, Сын пребывает вечно». Аминь. Итак, если мы хотим очиститься и попасть в Царство, нужно, чтобы Бог вернулся в последние дни и избавил нас от греха нашего сатанинского характера и полностью искоренил наш грех и противостояние Богу. После этой беседы Мэл сказал, что теперь понял, что Господь Иисус только закончил работу искупления, и хотя мы и оправданы верой, мы все еще грешим и все еще скованы грехом, поэтому нам не войти в Царство. Слава Богу! Но, подумав, он спросил, выходит, в последние дни Господь снова будет спасать? Похоже на отрицание спасения Господа Иисуса. Наши грехи прощены благодаря вере, а Божье спасение совершенно, даже если мы неправедны. Господь Иисус все уже сделал. Иного спасения не будет. Мы уже спасены, но тогда выходит, что это бесполезно. Затем он сказал, сестра, ты сомневаешься только потому, что не веришь в спасение Господне. А я подумала, брат Мэл довольно молод, но так категоричен. Да. Он понял, что нам не войти в Царство, но не принимает Божью работу в последние дни. Я помолилась Богу и попросила Его водительства. Помолившись, я сказала Мэлу, в Библии сказано, Бог выполнит еще один этап работы в последние дни. Есть второе послание Коринфянам 1.10, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Угу. Послание к Евреям 9.28. Так и Христос, принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не искупить грех, а для ожидающих Его спасения. Аминь. В первом Петра 1.5 сказано, Силы Божьи через веру, соблюдаемых ко спасению, готовы мы открыться в последнее время. В Иоанна глава 12 сказано, «Кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить, но спасти мир, отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Мои слова будут судить его в последний день». Верно. А в первом Петра 4.17 сказано, «Ибо время начаться суду…» С Дома Божия. Аминь. Слава Богу. В этих стихах говорится, что Он еще избавит нас, и во второй раз явится для ожидающих Его в последнее время, и что время начаться суду с Дома Божия. Значит, Бог выполнит еще один этап работы в последние дни, не за тем, чтобы нас искупить, а чтобы судить, очистить и полностью спасти нас. Работа искупления Господа Иисуса отпустила нам грехи, и в последние дни Бог выполнит работу суда, чтобы избавить нас от греховной природы, чтобы полностью очистить нас, освободить от греха. Тогда Мэл удивленно сказал, «Значит, Бог выполнит работу суда и очищение в последние дни? Это новый этап спасения. Скажи мне, как Бог выполняет эту работу суда?» Ему хотелось узнать больше. Конечно, хотелось. Благодарение Богу. И я Ему сказала, «В послании к Евреям 4.12 сказано, «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее меча обоедоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Аминь. И я прочла Ему Божьи слова. Смотрите. Хорошо. Всемогущий Бог говорит, Христос последних дней использует различные истины, чтобы учить человека, разоблачать его сущность и анализировать его слова и поступки. Эти слова включают в себя различные истины, такие как долг человека, как человеку слушаться Бога, как человеку быть преданным Богу, как человеку воплощать нормальную человечность, а также мудрость и характер Божий и прочее. Все эти слова направлены на сущность человека и его развращенный характер. Слова, разоблачающие, как человек надменно отвергает Бога, сказаны в отношении того, как человек является воплощением сатаны и вражеской силы, противной Богу. В своей работе суда Бог не проясняет в двух словах природу человека. Он долгое время разоблачает, исправляет и подрезает. Все эти различные методы разоблачения, исправления и подрезки не заменить обычными словами, а только истинный, который человек полностью лишен. Лишь такие методы можно назвать судом. Только такой суд может подчинить человека, убедить его подчиниться Богу и помочь истинно познать Бога. Я прочту отрывок. Работа, совершаемая Богом в этот период, это обеспечить человека словами для жизни, раскрыть его природную суть и развращенный характер, отсеять религиозные представления, старое и отжившее мышление и знания, и культуры человека. Все это должно быть очищено путем раскрытия в словах Божьих. В последние времена Бог использует слова, а не чудеса и незнамения, чтобы сделать человека совершенным. Посредством слов Он раскрывает, судит, обличает и совершенствует человека. Так что в словах Бога человек находит Его мудрость и дивность и познает Его характер. И через слова Бога человек видит Его дела. Аминь. Аминь. Прочитав это, я продолжила беседу. В последние дни возвратившийся Господь Иисус стал плотью и сошел на землю и с помощью истины выполняет работу суда. Он выражает все истины, очищающие и спасающие человека, разоблачает и анализирует сатанинские характеры людей, разоблачает наши представления, абсурдные толкования о Боге, а также сатанинские философии, яды и мнения, которые есть в нас. Так мы способны постичь разные истины, познать Божий праведный характер, Его святость и красоту, всемогущество и мудрость. Божьи слова раскрывают развращенные черты. Так и есть. И мы можем познать как Бога, так и самих себя через то, что открывается в Его словах. И наш характер постепенно очищается и меняется. Я сказала Мелу, смотри, едва мы прочтем слова всемогущего Бога и поймем истины и сущность представлений об оправдании веры и спасении по благодати, мы увидим, что наше желание войти в Царство, несмотря на нашу развращенность, неразумно. Тогда мы начнем каяться перед Богом. И это значит, что мы начали принимать суд Божьих слов. Услышав это, Мел улыбнулся и сказал, «Я действительно чувствую, как меня судит Бог». Затем он сказал, «Я давно верую в Господа Иисуса. Я думал, оправдание веры и спасение по благодати позволят мне войти в Царство, а я не сомневался, что это правда. Но я вижу, вера моя была основана на моих представлениях и измышлениях, и это не сходится с волей Божьей». Я ответила, «Верно. Если бы не слова всемогущего Бога, раскрывшие это, никто из нас не осознал бы это». Верно. Да. И я прочла ему отрывок из слов всемогущего Бога. Угу. Почему работа завоевания – это финальная стадия? Не затем ли, чтобы выявить конец ожидающий всех людей? Не затем ли, чтобы в ходе работы завоевания, состоящей в обличении и суде, все явили свою суть и распределились по роду их? Лучше говорить не «завоевание человечества», а демонстрация конца, ожидающей все классы людей. Речь о суде над грехами и раскрытии различных классов людей определяет таким образом, нечестивы они или праведны. После завоевания идет вознаграждение добра и наказание зла. Те, кто полностью послушен, полностью завоеван, попадут на следующий этап распространения Божьей работы во Вселенной. Незавоеванные попадут во тьму и встретятся с бедой. Человек будет классифицирован по роду. Нечестивцы со злом никогда не увидят солнца, а праведные будут с добром, обретут свет и вечно будут жить во свете. Аминь. Я сказала ему, развращенные очищаются через суд и разоблачение Божьим словом и становятся праведны. Они могут быть защищены и могут пережить великие бедствия и войти в Царство Божие. Аминь. Но те, кто думают только о благодати и спасении, отвергая Божью работу суда последних дней, будут отсеяны Богом. Когда настанут бедствия, они будут плакать. Да. Это исполняет пророчество в Откровении 22.11. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще и святый доосвящается еще. Аминь. Так праведные будут отделены от неправедных, и тогда Бог начнет вознаграждать добро и наказывать зло согласно поступкам. Мэл радостно ответил, значит, суд в последние дни не только очистит людей, но и выявит разные их типы. Божья работа поистине мудра. Речи пастора об оправдании веры и спасении по благодати не верны. Я не имел проницательности и лишь цеплялся за эти представления, думая, что спасение уже свершилось и больше спасения не будет, и что мы можем войти в царство с этим оправданием и спасением. Сейчас мне неловко об этом думать. Слава Богу, что Он дал мне это услышать. Я готов принять Божий суд последних дней. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Я была рада, услышав, что Он хочет принять Божий суд последних дней. Но когда мы встретились через пару дней, к моему удивлению, Мэл сказал, что на выходных был в гостях у своего пастора и поделился с ним моими словами. Тот сказал, что я ошибаюсь, и Его слова об оправдании веры и спасении по благодати верны, и что нет нужды быть судимым Богом в последние дни. Он сказал Мэлу со мной не общаться. Да. И говоря это, он выглядел довольно подавленным. Я поняла, теперь он сомневался, принимать ли ему Божий суд последних дней. Я помолилась Богу, прося Его направить меня в свидетельстве. Затем на ум пришел отрывок из Божьих слов. Я его прочту. Хорошо. Свидетельствуя о Боге, вы должны говорить больше о том, как Бог судит и обличает людей, какие испытания Он использует для переплавки людей и изменений характера. Говорите о том, сколько развращенности выявил ваш опыт, сколько вы претерпели, о том, как вы были завоеваны Богом, о том, насколько вы реально знаете работу Божью, как нужно свидетельствовать о Боге и воздать за Его любовь. Нужно говорить практично и просто. Не рассуждайте о пустых теориях, но будьте искренни и будьте прагматичны. Это то, что вы должны пережить. Не прибегайте к глубоким пустым теориям, пытаясь покрасоваться. Это выглядит высокомерно и бессмысленно. Говорите больше от всего вашего сердца и о подлинных событиях из вашего опыта. Именно это наиболее полезно и уместно для людей. Аминь. Да, нести свидетельство – это не просто рассказывать людям о Божьей работе последних дней. Надо использовать наш собственный опыт в свидетельствовании о том, что Божья работа суда очищает и спасает людей. Я сама подвергалась Божьему суду. Так почему бы мне не рассказать Ему о моем личном опыте? Да. Эта мысль успокоила меня и указала мне путь. Я сказала Мелу, Бог продолжает спасение в последние дни. Господь возвращается и судит, и этот факт никто не отринет. Мы развращены сатаной, не любим истину и не можем ее практиковать. Некоторые люди постятся и молятся, но никто не способен избежать греха. Легче изменить течение рек и рельеф гор, чем чью-то природу. Верно, да. Если не примем Божий суд и очищение в последние дни, наша сатанинская природа останется укорененной в нас и может проявить наш сатанинский характер в любой момент или даже заставить нас восстать против Бога. Да. Возьмем, к примеру, меня. Я была довольно заносчивой. Я многим пожертвовала, чтобы служить Господу. Я считала, что приношу радость Богу. Но, услышав свидетельство, что Господь Иисус вернулся и выполняет работу суда последних дней, я это не приняла. Я думала, что мы оправданы верой и спасены по благодати. Так что тогда я, не задумываясь, просто сказала, «Не может быть, Бог не станет работать еще. Нам не нужно принимать Его работу суда». Затем братья и сестры беседовали со мной о словах Божьих и мои мысли изменились. Приняв работу всемогущего Бога в последние дни, я прочла отрывки из Его слов в своих молитвенных чтениях, и мне стало действительно стыдно. Давайте посмотрим их вместе. Да. Всемогущий Бог говорит, «Не думай, будто ты необычайно одаренный человек, всего чуть-чуть недостающий до небес, но крайне высоко превознесенный над землею. Ты ничуть не умнее других, и даже можно сказать, что просто поражает, насколько ты глупее других людей на земле, обладающих разумом, раз ты такого высокого мнения о себе и никогда не чувствовал себя неполноценным, как будто ты видишь мои дела насквозь до мельчайших подробностей. На самом деле, тебе основательно недостает разума, потому что ты и понятия не имеешь о моих намерениях, и даже менее того, о том, что я делаю ныне. Поэтому я говорю, что ты неровня даже и старику-крестьянину, что тяжким трудом возделывает землю, крестьянину, который не имеет ни малейшего знания о человеческой жизни, но все же всецело полагается в своей работе на благословение небес. Отбросьте ваше мнение о невозможности. Чем больше люди считают что-либо невозможным, тем выше вероятность того, что это произойдет. Ведь Божья мудрость воспаряет превыше небес, мысли его превыше человеческих мыслей, а Божья работа превосходит границы человеческого разумения и представлений. Чем более невозможно что-либо, тем больше в этом истины, которую можно искать. Чем дальше что-либо выходит за грань человеческого понимания и воображения, тем больше в нем Божьей воли. Если вы хотите стать свидетелями Божьего явления, если вы хотите идти по его следам, тогда вам прежде всего необходимо выйти за пределы собственных представлений. Вы не должны требовать от Бога сделать то или это. Тем более, ты не должен заключать его в свои рамки и ограничивать его своими собственными представлениями. Вместо этого вам следует строго спросить себя, как вы должны искать Божьи следы, как вы должны принимать его явления и как вы должны подчиняться новой Божьей работе. Именно это должен делать человек. Поскольку человек сам не есть истина и не обладает ею, человеку необходимо искать, принимать и подчиняться. Аминь. Затем я сказала ему, Божьи слова поразили меня. Я увидела, как я заносчива. Когда я узнала о Божьей работе последних дней, я не искала и не исследовала ее, и не читала Божьи слова усердно, чтобы понять, его ли это голос. Я лишь высокомерно сказала, что Бог больше не будет работать, будто все знала о Божьей работе. Я всего лишь развращенный человек. Как я могу постичь Божью работу? Бог – Творец, и любая работа, которую Он выполняет, соответствует Его плану управления. Разве Бог должен искать моего одобрения своей работе? Мое «не может быть» значило, что я ограничиваю Бога, что я противлюсь Богу и осуждаю Его. Да. Это было похоже на фарисеев, которые ждали прихода Мессии, но когда Господь Иисус явился, они не познали Его. Они осудили Его на основе своих представлений и даже пригвоздили Его к кресту. В итоге они оскорбили Божий характер и были наказаны Им. Угу. Я не отличалась от фарисеев, которые противились Господу Иисусу. Осознав это, я также поняла, что наслаждение благодатью и добрые дела не замена изменению характера. Без Божьего суда и очищения лишь только мне что-то не понравится, моя заносчивость проявится, даже если это будет неразумно. Я думала, что предана Богу, но все это время я осуждала Его и не замечала этого. Это так страшно. Верно. Да. Я поняла, как заносчива была только благодаря суду Божьих слов. А потом, как только я собиралась явить свою заносчивость, я читала Божьи слова суда и разбирала себя. Слава Богу. И постепенно я стала скромнее и частично восстановила своей совести разум. Когда случалось неприятное мне, я искала истину вместо осуждения и упрямой приверженности своим взглядам. Я стала больше благоговеть перед Богом и обрела человеческое подобие. Благодарение Богу. Я начала понимать, что суд и обличение означают постепенные изменения и очищения. Аминь. Так изменяется наш сатанинский характер. Божьи слова резкие и пронзительные, но в этом еще большая, еще более глубокая Его любовь к нам. Аминь. Как говорится, хорошее лекарство горько на вкус. Бог судит и разоблачает нас, чтобы лучше изменить наш развращенный характер. Бог так поступает из любви. Аминь. Это правда. Да. Едва я это осознала, мне сильнее захотелось принять суд и обличение Божьих слов и как можно скорее отбросить свою заносчивость. Аминь. Благодарение Богу. Я поняла, что Божья работа суда в последние дни – это именно то, что нам нужно. И только такой суд может спасти нас от греха. Суд и обличение – действительно Божье спасение для нас. И эта любовь больше благодать, больше жертвы за грех. Аминь. Аминь. Услышав мои слова, Мэл радостно сказал, «За все годы моей веры в Господа Иисуса я не слышал, чтобы член церкви говорил о своей развращенности, а не кичаться тем, как хороши. На поверхности все они терпимы друг к другу, но затронет личные интересы и любви нет». Это правда. Теперь я понимаю, что причина этого – наш сатанинский характер. И не испытав суд и очищение Божьих слов, мы никогда не познаем себя, не услышим Божьи слова и не подчинимся Ему. и не сможем любить других, как себя. Аминь. Суд и обличение – Божье спасение для человечества. Это то, что нам нужно. Слова всемогущего Бога – действительно истина. Я больше не буду слушать других людей. Я буду верить всемогущему Богу и приму Его слова. Благодарение Богу. Сказав это, он изменил название группового чата на «Моя настоящая семья». Этот взрослый мужчина заплакал и сказал, «Я нашел Бога, я нашел семью. Мой дом везде, где я могу читать Божьи слова». Аминь. Аминь. Услышав это, я была очень тронута. Мой опыт проповеди Мэлу позволил мне осознать, что не понимая истины, люди могут быть сбиты с толку религиозными представлениями. Как и есть. Нам нужно полагаться на Бога и читать им Его слова об истине, используя наше понимание и свидетельствовать о Его спасении. Аминь. Людям нужно знать истину и разбираться в своих представлениях, чтобы предстать перед Богом. Верно. Я также испытала, насколько трудна Божья работа по спасению людей. Хочу работать с Богом и привести больше людей к истинной вере, чтобы Его утешить. Аминь. Аминь. Слава Богу. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Благодарение Его истинной верующим. Благодарение Богу. Субтитры создавал DimaTorzok